Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть в Tales of Arise. Так, у нас тут письмецо, то есть без квеста. О чём? Может он как раз и нам скажет туда сходить? А, снова ещё раз спасибо за помощь в тот раз. Не за что, как продвигается стройка. Не скажу, что без сучка, без одоринки, но ничего, справляемся. Сейчас вот пытаемся вернуть по домам всех, кого когда-то забрали глаза гадюки. А проблема, как всегда, в зоглах, из-за них сложно добраться куда-либо. Если бы перебить ещё хотя бы немного, мы бы, наверное, справились... А, справились, вот только как. Альфан, может мы успеем с этим разобраться? В смысле, с зоглами? Не думаю, что после этого я буду в расчёте с серебряными саблями, но всё равно хочу помочь хоть как, чем-нибудь. Мы разберёмся. Да, похоже, эта задача как раз для нас. Давай поможем. Куда нам идти? Так, раз, раз, что вы взяли, идите на снежные равнины. Верий, если сможете переодить... Так. А, прорядите там зоглов. Ага. Чем раньше эта дорога станет безопаснее, быстрее мы сможем отправить людей домой. Спасибо вам. Да, 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 давай задание отслеживать. Всё. Тут больше ничего нету. Давайте вот сюда отопнемся. Я просто хочу у костра ещё посидеть. Язык торгашу зайти посмотреть. Вдруг что-то как-то где-то появилось. Что у тебя есть, чувак? Фуфлу доспехи? Спасибо. Ага, это всё, что у тебя есть. 4100 земли не в универсальной лекарстве, якобы, болезни. Если для этого время защиты одного союзника от всех физических векторов и хп-шку восстановления. А, у меня до хрена его есть. Давай оружие изготовим, посмотрим, что у нас тут есть. Ничего нового, ничего. Кстати. О, мы можем обе книжки создать. Мы, короче, выбили фрагмент кристалла. А, есть требуется? Подожди. На кого мы не могли оружие создать? Вот это, мы, кажется, не могли создать. У нас 7 когтей. Угу. Да, конечно. Пообщаемся сейчас с парнишкой. Не знаю, как общение пойдёт. Может, просто нам плюсанёт, как в тот раз в девахах. И всё. Да, отдыхать. Да, давай, что у нас там? 8 минут даже не смотрим. 20 минут. Ну, нету. Яйца нету. Угу. ОЗ после боя восстановления. Угу, понятно. Что нету? Макрельки. Усиленная атака. Давай усиленную атаку возьмём. Будем выкрашивать всех. А, давай слову поболтаем. Эм... Привет, Альфан, ты часто тренируешься? Хе, нет. Всё, ты это спросил. Но ты же из-за беспылающего мяча можешь за себя постоять, но я ни разу не видел, чтобы ты упражнялся. У меня особо нет режима, если не считать спарринга с зоглами. Хе, естественно, я понимаю, что реальные бои гораздо важнее тренировки, но при напрячь пару козырей... Припятать пару козырей в рукавах неплохо, но я, правда, почти не тренируюсь. О, я понял. Всё дело в твоей броне, да? Ты выкладываешь удар всю её силу. Она, на самом деле, не такая тяжёлая, как кажется. Всё-таки не броня? Тогда... Хе-хе. Так, Слайв, сбавь оборот, Лоу, с чего ты вдруг вообще такие вопросы? Ну, я хочу стать сильнее. А-та... Ты и так... Ого-го, какой силач. Мне даже немного жаль тех ринянских солдат. Этого мало. Чтобы моя сила росла, надо заниматься. Больше я никого не подведу. Батя уже подвёл. Лоу. В такой форме я бесполезен, если из-за меня погибнет кто-то ещё. А я... Лоу. Прости. Что толку сомневаться в себе, пользы мне это не принесёт. Я и так знаю. Никогда... Никто из нас не сомневается. Все стараются как могут. А больше мы друг от друга и не требуем, верно? Почему бы нам начать прямо здесь? Что? Моя новая программа тренировок. Что же ещё? А для начала нет лучше упражнений, чем отжимания. Раз, два, три, четыре. Хех, твоему энтузиазму можно только позавидовать. Главное, не перетрудись. Погоди, немного увидишь, каким сильным я стану. Окей, стали ближе. До завтра. Короче. Чё-то я подумал, чё-то я подумал, чё-то я подумал, и у меня из головы вылетело. Что-то интересное. Чувак, как ты можешь чувствовать себя отдохнувшим? Ты тренил. Давайте сюда сгоняем. Я вот внезапно вспомнил про сову. Прямо сейчас. Да, сова. Хапчик на атаку и сова. Я думаю, что это безопасно здесь. Ты мне принесёшь новые вещи? Чё там? А, там исследовать можно было. Так, и чё? Он просто задание было, мне кажется. Ты мне шмотку принести решил? Да, он за шмоткой полетел. Давай мне оружие. Он... Что он даёт, я не понимаю. Вот что он сейчас даст? Яблочное желе. Флакон жизни. Апельсиновое желе. Лечебный флакон. Благородный цвет. Остромодное платье. Шитое... Ага. На... Ланагине. Благодаря яркой комбинации, то это наряд использует скромную. Ага, окей. Благородный пурпур. Алая фамильная мантия. Синяя фамильная мантия. А, смотрите, это те совы, которые мы нашли. Кажется, так они выражают свою благодарность. Почему они группируются по цветам? Это так бывает? Что так бывает? Вообще-то цвет и определение дианских сов зависят от их возраста и астральной стихии. Так что, наверное, они могут делиться на группы, даже будучи... Ага. Выходит, мы можем определить, сколько именно сов нашли в каждом королевстве? Думаю, это да, он сказал. Кажется, они что-то говорят. Может, благодарят нас за то, что мы нашли их друзей? Их подданных, если быть точным. Без понятия, что они говорят. Или же говорят, что нам надо найти больше сов. Похоже, королева просит и... Ой, не слишком на нас давить. Ты понимаешь, Савиной? Может, они говорят, что кроме нас им никому обратиться? А может, мы не будем гадать? Точно, поэтому королева не хочет портить с нами отношения. В общем, мне кажется, это их принц. Мы сделаем все возможное, не беспокойтесь. Вроде бы. Ты их понимаешь? Конечно, нет, просто предполагаю. Но почему-то, когда они говорят, я слышал у себя в голове именно этих... Именно из слова. А, ну, думаю, ты не так и далек от истины. Пухни с нами, подружился. Не беспокойтесь на этот счет. Нам это несложно. Пухни с нами подружился. Кажется. Кажется, это было спасибо. Похоже на то. От них обоих. И от него тоже. Ха-ха, Пухуня выглядит довольным. Разве это не здорово, Ринвел? О, да, конечно. Конечно, здорово. А? А она что? Что-то не так, я уверен. Ага, то есть ты все, финита ляшка. Смотрите, короче... Ну тут еще три места, где будут совы, как минимум, да? Нам навыдавали всяческой херни. Значит, это в обликах. Угу. Доспех мира и доспех греха просто цветом отличаются. Ну мой костюм вообще шикарный. Ладно. Окей. Шмотки. Какого хрена? Что происходит? А, во! Благородный цвет! И... Ой! Я тебе этот беру. Ну она шикарно выглядит, ну вы чё? Так, погоди. Там еще, скорее всего, что-то было. Нет, значит, у нее снова шмотка. Так. Это все фигня с крыльями. Нет, у нее новых шмоток нет. У тебя шмотка? Ну это да, это я помню. А теперь верни шакалика зимнего. А шмоток же было больше. Или мы всего две получили? Я и не помню. Ладно, окей. Валим отсюда. Нам задание надо выполнять. Даже вот смотрите. С выполнением заданий побочных. Я все равно, ну, очень быстро иду к цели. Ну реально. Ну прям очень быстро. Я не успел даже применить. А я смотрю, эта фигня применяется на всех. Ну то есть, нам предлагают заюзать ее на всех именно. Ну не сразу, как на всех. Как объяснить-то правильно? Короче, мы можем использовать ее разом. Так, это место рыбной ловли, я помню. То есть, мы еще даже рыбалку не открыли. То есть, ну, я... А, во, все, вспомнил. Боссы идут очень быстро. То есть, несколько серий и босс. Несколько серий, босс. Несколько серий, босс. Я к чему это веду? К тому, что... Игра-то не настолько долгая, как мне хотелось. А, мы же атаку увеличили. Охереть, ты его подкинул. Ты что такое делаешь-то? Я хочу молнию прокачать до последнего, до фула. Так, и последний. Алфан 19-го уже. Давай. Там их как раз они в упор стоят. Они как раз в упор стояли, мы их разом всех и выкосили. Все, можем отправляться. С чего там валяется? Капуста опять ваша. Ну, квестов тут нету. Там он, проход куда-то есть. Я хочу туда тэпнуться, посмотреть. Это гостиница, что ли? Оу, мы в ней не были. Надо посмотреть. Потому что тут может быть и задание. Тут еще круче, тут и кузне. Это кто такой? А-а-а, это изготовитель аксессуаров. Это что, атака? Защита? Поддержка? А, ясно. Неинтересно. Стихийная атака, повышение шансов падения редких материалов. Ясно, ты бесполезен. Да, продадим, давай. 14 тысяч. В фарме, как говорится. Оружия никакого, брони зато дофига. Ну, зачем эти две? Какого хрена? А че на нас сейчас? Ладно, окей. А мы только можем... Так, погоди-ка. А че на нас тогда есть снаряжение сейчас? Доспех греха. А, то есть белосинее облачение мы не можем? Ага. Подожди. Стоп, подожди. А че у нас аксессуары нет? Давай защиту возьмем себе, пока что. То есть здесь можно переночевать, создать и поторговать еще. Купи, че у тебя есть тут? Ну, вы че? Пшеница, яйца. О, яйца. А не как-то... Салат-латук у нас много, а яиц у нас не было. Ага. Доспехи новые. Ага. А мечей новых нету. Все, спасибо. Ну, вот хотя бы немножечко. Давай валим отсюда. Ничего ценного, в принципе, бессмысленно. Так, я че-то хотел сделать. Но это выход, нам сюда не надо. Подожди. Нам надо в убежище. Сдать квест. Может попробуем сейчас на таракашку сбегать? На этого здорового. Ну, типа, че бы нет. Короче, все, держи. А как продвигается чистка зоколов на землю? Да, уже все сделано. Не просто сколько... Не просто сколько, а всех. Теперь там какое-то время будет безопасно. Ну, вы даете спасибо. Надо так, обрадовать людей, что дорога домой свободна. Скажи, а ты правда думаешь, что им будет хорошо дома? В смысле? Все же понимают, что раз ты был арестован, значит, кто-то тебя сдал. А мы всем так четко сказали, что любое сведение счетов... А, сведение счетов запрещено. Новая жизнь с чистого листа. Но мало же просто сказать. Я понимаю, что одного запрета недостаточно. Уж поверь мне, наивных среди нас нет. Но прежде чем двигаться дальше, всем нам нужно, по мере сил, взглянуть в лицо своему прошлому. Ну да, нельзя же мне вечно притворяться, будто ничего не было. Все, задание выполнено. Два флакошки, 1800 монет и очки прокачки. Д. Я молодец, я знаю. Спасибо. Сила стихийных атак. Так, а это нам надо, кстати. О, 800. Восстановление шп после удачного уклонения или удачной защиты. Окей. Так, ты у нас чем порадуешь нас? О, давай, шп на 1 тебе повысим. И дадим тебе сопротивление плюс 10 сразу же. Так, магичка. Магичка, что надо? Пробивание плюс 50. Выпадание. Давай вот это возьмем тебя. Так, у тебя что? У тебя 900 очков и пробитие тебе в идеале бы взять. Да, давай пробитие возьмем тебе. Установим шп после боя. Ага. Ну и давай вот сюда еще вкинемся. Еще квест? Давай. Думаю, это хорошо. Квест я люблю. Оборон, я могу чем-то вам еще помочь? Еще как, можете пойти по домам и расспросить людей о чем? А нам надо собрать побольше разных мнений о том, как сделать город лучше. Но, видимо, из-за стольких лет, постоянной слежки, люди теперь не спешат высказываться. То есть ты хочешь прямо подойти и спросить у кого... кому? У каждого что думаешь? И поможете? Да, конечно, братан. Да, думаю, с этим справимся. Я, похоже, работе давно привык. Калфен, ты же не возражаешь? Нет, конечно, давай начнем, начнем, не отказываясь. Так, отлично, спасибо. Ну тогда вы начните расспросить людей на улицах, посмотрим, как пойдет. Ёб твою мать. Кого хрена пацан принимает все решения за нас? Че происходит? Я не против, я не против. Но просто, пацан, не борзей. Так можно и звездилей получить от меня. Борзый, мелкий. Просто за нас все решения принял и все. А, окей, так. А, ёпта, это еще даже не так просто. Это нам надо тэпаться будет везде. Здрасте. Говорить же тебе хочется. Ну раз ты спрашиваешь мнение у простого народа, передай тогда серебряным саблям вот что. Пусть уже дадут нам право на свободную торговлю. Иркоглазых больших нет, я не понимаю, что их теперь сдерживает. Вот только между нами соседнюю Келагию же. Как говорят, освободил незадолго до нас. Так? И пока мы тут сидим и ждем перемен, отмораживая себе все, что можно, там, наверное, уже вовсю налаживают торговлю. Вы уж передайте им, пожалуйста. Не хочу, чтобы нас оставили... А, конкуренты, короче. Окей. Так, ясно, понятно. Тут, я так понимаю, на каждой локации с кем-то придется побазарить. Ну ладно, окей. Это побочные задания, они есть, они нужны. Потому что в игре и так мало контента. Ну, как вы понимаете, есть рыбалка, но пока мы до нее не добрались. И скоро доберемся, мне кажется. Так, я бы изменился с лоднем, но сразу-то на ум приходит одно. Плаха на центральной площади ее надо снести, в первую очередь. Всякий раз, когда прохожу мимо, внутри все так и сжимается. И сами понимаете, наверное, почему. Мне от одного ее вида неспокойно. Да, окей, я тебя понял. Это изи. Снести плаху. Подземный канал нам не нужен. Мы гриб не собрали, что? Окей. Да, мы еще на таракашку сходим, на большого. Ой, что произошло? Спасибо, госпожа. В следующий раз я маму приведу. Приводи, приводи, буду ждать вас. А вы же та женщина, которая... А, мы знакомы. Нет, просто это я задумался просто. Что? Эй, ты же тот парень, что помог освободить страну герой. А вот думаю, что со мной сделают все те, на кого я доносил. А прогонят из города, может даже забьют. После всего, что было, то неудивительно. А разве ты не хотел бы ухаживать за родителями? Померли они. О чем я вообще тогда думал, где была моя бабушка... А, где была моя башка. Но ты все еще жив. А пока жив, никогда не поздно измениться и скупить вино. Но не стоит ставить крест на оставшей жизни из-за прошлых проступков. То есть, то, что предлагаешь теперь жить ради других, не только родители. Тебе-то легко говорить, ты у нас герой. Делай, что хочешь. Я просто сказал, как сам бы поступил на твое месте. Так, радуйся, что ты не на моем месте. Сам-то чем сейчас собираешься заниматься? Мы собираем всю дану, чтобы никому не пришлось идти на сделки с совестью, подобные твоим. Меньшего я и не ожидал. Да, никто простит... А, так, да. А никто не простит такого грязного предателя, как я. Но все равно надо что-то сделать. Я не разговаривал с ним. Что происходит? А, мне тоже поговорить надо вообще с ней. Так. А, это человек просто. Это мужик. А чего хочет люди Сладдена? Прямо вот чего угодно. Ну, тогда под поместьем Ганнебальты есть же целая огромная тюрьма. Знаете о ней, да? Я им провел там некоторое время. Меня не волнует, как вы от нее избавитесь, закопаете, взорвете, что угодно. Только сделайте так, чтобы больше там никого не могли заточить. Ключ мне дайте. Вы поняли, да? Мне прям сейчас вот намекают на тюрьму. Может, нам дадут квест его завалить? Я никак не могу отсюда свалить и добраться до того жучка. У нее 20 тысяч всего было. Мы его завалить можем спокойно. Ну, попытаться. А вот так плохо, значит, убрать. Я вполне могу понять их желания. А дедушка... Так, девушка-торговец тоже дело говорит. Надо обратить на это внимание. А вот с подземной тюрьмой вы мне задали задачу. Уж поверьте, я не хочу запечатать не меньше любого из местных, но тамошний обитатель сильно усложняет нам задачу. Зогул, что ли? Кто же еще? По крайней мере, он заперт в камере. Но из-за него никто просто не решает все шагу ступить на тюрьму. То есть, если мы от него избавимся, то дело в шляпе. А вы сможете? Мне прям неудобно опять вас просить. Вот ключ от камеры. Да, детка, наконец-то. Я этого и хотел. Где он? Где он? Где он? Вот здесь. Ну, наконец-то. Мы завалим его. Там еще два квеста, кажется. Пойдем пообщаемся с народом. О-о-о! Сейчас будет битва. Битва с самим Зоглом. Здоровым таким волчаркой. Альфачом. Кто там стоит? Кто мне дорогу преградил? Ну, естественно. Дойдут поговорить. Не дадут просто завалить его. А что вам надо? Пришли забрать меня? Нет. Мы хотим окончательно закрыть и запечатать тюрьму. Закрыть? То есть, мне придется уйти отсюда? А тебе что, хочется здесь находиться? Это ведь ты был информатором глаз гадюки, Лоу? Да, посмотри на него. Сразу видно. Я прям чую. И теперь боишься, что кто-то из тех, кого ты сдал, захочет поквитаться? Поэтому ты спрятался тут, так? Если бы я... Если бы я не донес... Если бы я не донес один... Они бы донесли на меня. Это была самозащита. За нее же... Не должны карать. Разве так? Все знают, каково это так жить. Если поговоришь с ними, может, вы сможете остаться прошлое в прошлом. Ни за что. Да я им просто себя тогда подам на блюдечки. Они сидят, не подавившись. Ну и... Что ты тогда собираешься делать? Нельзя же скрываться вечно. Если отсюда прогоните, я найду другой укрытие. Подземный канал. К примеру. Да, неплохая идея. Раз ты так упорно бежишь прочь, почему бы тогда вообще не уйти из Тесладена? Потому что чужака и лишний род ни одна деревня не примет. К тому же за пределами столицы такая хладшина, что я не точно покойник. И что так до конца жизни и будешь в страхе прятаться в подземелье? Разве это жизнь? Молчал бы лучше, сопляк. Какое тебе вообще дело до урода вроде меня? Не знаю, но по-моему стоит все-таки найти способ измениться и начать жить заново. Ха, легко сказать, трудно сделать. Ты мне того мужика напоминаешь, чью казнь транслировали. Он примерно так же говорил. Все убеждал не быть такими, как он изменился, пока есть время. Да, если бы я мог, я бы сейчас не оказался в такой заднице. Спросите себя, без чего ты... Без чего вы просто не сможете прожить и держитесь. За это обеими руками. Вот как он сказал. Проклятие. Ну почему ты заговорил, как тот мятежник? Теперь, Витя, сидеться не смогу уже. Ты как? Слушай, если я приду просить прощения, думаешь, у меня правда получится начать все заново? Да, и если искренне попросишь. Ну ладно, поверю тебе, пожалуй мне... Пожелай мне удачи. Зефир за него достучался. Ну что, достучимся мы до зверька? По-братски не открывай клетку. Да, я сохранюсь. Не открывай клетку. Так, позже тюрьма. Как только откроем дверь, начнется бы открывать или подождать. Уйти. А, даже так? Это будет веселый бой. А теперь врываемся. Да, 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 блин. А почему нам нельзя побегать кругами там? Да, открываем клетку. Ну что, погнали. Полицефус. Полицефус, я думаю, это... Твою мать, шакал вонючий. Мы завалили его. 60 тысяч у него. Как мне форму войти в нужную, чтобы урон ему много нанести? Я не знаю, кто молнии пускает, но я думаю, что критические попадания. Так, бежим, бежим. Так, хилы. Как ты столько хп потерял? Они хилят его, да, молодцы. Три, три, три. Два. Четыре. Три. Один. Так, мы снесли уже половину. Так, снаряга. Две восемьсот. Много. Две тысячи. Нормально. Держи. Надеюсь, я не зря его похилил. Три. Посмотрим, сколько урона нанесем. Мало. Мало и недостаточно. А, мы всех, что ли, хилим? Давай. Ты че, хочешь призвать еще волчар, что ли? Четыре. Двоечка, двоечка. Подлечи меня. Подлечи меня. Предметы. Так, предметы. Давай всем по тысяче хп. Надо лечение, короче, покупать. По тысяче хп всех хилить. О, я тебя... Какого хрена он мистический прием применяет? Почему я его не применяю постоянно? Ну, хотя бы один раз. Давай. Мы вынесли ему... Его эту хрень. Четыре тысячи осталось. Мы его лупим просто, как не в себя. Четыре. Давай. Я сдох. Воскрешайте меня. Да, ладно, забей его. Все. Три. Интересно, меня воскресят? Все, шакалик сдох. Астральный цветок. Магический цветок, дающий владельцу плюс 10 к максуи. Перевариваю различными цветами. Благодаря кристаллину. Ключ от... Тайной комнаты! Так. А у меня 0 хп. Применить. Я понял. Ключ от тайной комнаты. Стоять. Не туда. Пойдем в тайную комнату. Сходим сначала. Ну, типа у нас есть... А, подожди. Мы же можем вот так сделать. А, даже прекрасно. В тайной комнаты телепорта нет. Ну, ладно. Фиг с ним. Ну, зато получили еще... Я так понимаю, вот эту хрень, которую мы сейчас получили, это, скорее всего... Нет. Нет. Нет, это не артефакт. А может, это артефакт? Ну, фиг его знает. Там сказали, что после прохождения игры дадут бафы к артефакту. Ну, артефакты начнут давать бафы. Но если они будут давать после прохождения, то это неплохо. Ну, и не хоть не. С другой стороны, это получается... Я на сложном сейчас прохожу. Это максимальный уровень. То есть, это... Откроет новый уровень, или я просто буду на сложном проходить заново? Не считая того, что я взял 10 уровней, я же могу просто-напросто... Тюременная башня я ревел. Я же могу просто этот... Как его? Открыть сейчас. Браслет удачи. Твою мать, серьезно? И столько гемора было какого-то ради браслета удачи? Блестяще. Шанс выпадения предметов повышает. Слово на букву Х вот это, да? В данный момент. Так, ладно, давай смотреть. А, ну мы можем отсюда свалить, я так понимаю. Как хорошо, что мы можем тэпнуться сразу же прям. Ой, какая красота. Подождите, мы еще должны вернуться по поводу наряда, поговорить с каким-то чуваком. И потом еще вернуться... Зверя убить. Мы сейчас попробуем эти квесты выполнить. Значит, там скрывался информатор. Вряд ли во всем городе нашелся бы хоть один человек, который бы не слышал, что сказал Зефир в тот день. Пожалуй, ты прав. Он достался до людей, и те начали потихоньку меняться. А пока нам приходится так осторожничать, для страны только-только наступила новая эпоха, и еще ничего не устаканилось. Но изменения уже начались. Получается, слово отца действительно в какой-то смысле спасли этого человека. Возможно, он именно... Возможно, но именно ты заставил его их вспомнить. Здесь немало и твои заслуги лоу. Спасибо. Как бы то ни было, теперь, когда с Зоглом покончено, мы наконец-то можем запечатать тюрьму. Без вас мы бы не справились. Спасибо еще раз. 2700 монет и 310. Вот мы за 300 кусков и перевалили. Че, опять квест? Да тварь! Чувак, ну давай поговорим! Не отлипнет на нас. Брэган, снова вы, молодежь. Судя по всему... Где, кстати, я? Почему меня нету? Судя по твоему лицу, Брэган, у тебя опять проблема выше крыши. Что? Так заметно. Тут-то одно, то другое. Наваливается, кстати. Ты слышал что-нибудь об Ульванском Гроте? Так, ты о системе пещер, которые соединяют Кологию с Цислодией? Они самые торговцы из Цислодена теперь ходят, используя ее для перехода между нашими странами. Чтобы начать торговлю с Кологией, рискованно они народ, раз не боятся. Там же полно Зоглов. Интересно, они вообще продумали, как это осуществить? Да, ладно бы. Обычные Зоглы, но там вроде вводится один гигантский, с которым вообще беда. Я пытался собрать команду охотников, но торговцам так не терпится, что они уже собираются идти, не дождавшись нас. Погоди-ка, если мы убьем... Так, если не его... Мы убили, когда последний раз шли по Гроту. Что, правда? Ну, я в вас, конечно, никогда не снимался, но такого не ждал. Надо срочно сообщить торговцам. И Кологию тоже послать Дипешус. Здесь жизнь... А, окей. Мы выполнили квест. Начало торговли. Награда за выполнение. Ха, супер. Единственный плюс, что мы квест разом выполнили. Еще квест. Нет! Все! Надоело ему квесты нам давать. Так. Смотрим. Ну, то, что он не дает нам больше квестов, не значит, что мы не можем их взять, да? Так. Ага. Так. Вот тут какая-то комната еще есть. Погоди. Нет. Стоп. Переулок, сюда, сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда. Это нет. Потом вот сюда, потом сюда. Ага. Огненные ворота, огненный ров. У нас тут остается только. Здесь у нас ворота замка. Нет. Тут нам никак. Ну, то есть, мы сюда тэпаемся? Ладно, давай в ворота замка. Нет. Ну, попытаемся оттуда сейчас как-то просто из-за лифтов вонючих. Блин! Мы же можем... Косяк. Косяк. Вот в чем косяк. А, ясно. Косяк потому, что добрались. Опять она пишет, добрались. Но мы никуда не добрались. Да? Она меня в тот раз этим запутала, когда мы искали лекарства. Для кого там? А, для нашей подружайки. А вот отсюда, отсюда, гарнизон Кирт, мы уже как раз можем свалить. Тут нет потайных комнат? Нет. Ульзебек? Ульзебек, ушка. Да, вот квест. И мы сейчас за жуком еще сгоняем. Попробуем его звать. Ну, мы 60 тысяч только что вынесли, а у него 24 вроде. Если у него 240, тогда уже вопросики. Скажи, что ты что-то выбрал, чувак. Или это вечный квест? От тебя я знаю, что у меня осталось. Твою мать. Ты гонишь, что ли? Ладно, окей. Когда-нибудь обязательно. Обязательно когда-нибудь. Это что? Охота на гианского зогла. Три знака вопроса. Окей, пойдем. Там что-то есть? Ну, ладно. Что ты, придурок, с этой модой? Придется завалить пару этих, чтобы пройти туда. Хочу посмотреть, что до седьмого уровня даже не смешно. Знаете, напоминает тот момент, когда мы ввалили этих чудиков давным-давно. Пять опыта. Опыта. Да, вот он, здоровый. Ты топовый парень, я знаю. Поэтому я и сохранюсь. И... Нет, стоп, подожди. Во-первых, взлет виверный говно. Дождь Альфара у нас стоит. Рубящий ветер. Давай возьмем. Тут... О-о-о! Лунная торнадо. 314 раз использовали. Давай здесь. Так. А здесь? Наносит несколько быстрых уколов и завершает атаку сильным рубящим ударом. Завершает атаку с вращением и продвижением вперед. Окей. Я хотел в приемы зайти вот сюда. А теперь сохранится. А у меня мой меч стоит? Да, кстати. Прикольно. А теперь пойдем валить эту тварь. Сколько у нее хп? Здоровяк. Тысяч сколько? А, 28 всего. А, ёпта. Все, 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 я понял. Ладно, сдохните уже все. Какого хера? У нее... А, 283 тысячи. Все нормально. Так и задумывается. Ну, 280 тысяч мы не снесем. Как видите, у нее 23 за атаку наносит. Она хилить нас пытается. Ну, все, шо он 1 хп. Нет, там без вариантов. Типа это очень-очень сильный монстр. Да подожди, это как... Какой же я броней должен обладать и... Ну, шо он сдохла? Нет, шо он воскресла. Так, стоп, подожди. Изменить. Что изменить? Я могу взять вот эту? А, все, я понял. Почему нельзя бежать? Почему нельзя сбежать-то? Не хили их, пожалуйста. Серьезно? Давай, одним ударом всех. 71, это мало. Он просто двоих одним ударом выкосил. Убей ее, убей быстрее. Она осталась последней, убей ее! Не успел. Все, мы померли. Это хорошо. Это хорошо, потому что мы померли. Ну, потому что он топовый. Я думал, что мы на изи его вынесем. А у нее 200 тысяч. Мы 60 только вынесли. И урон у нее проходит по 20, по 30, по 70. Это такой бой будет. Окей, я понял, что тут нам ловить нехрена. Отсылся всем. Угу. Так. О-о-о. Эти нам не нужны все. Давайте тогда через вот это пойдем. А-а-а. Опа. Квест есть от Дока. Ну, давайте квест Дока возьмем. Ладно. Чувак с модой пока не определился без понятия. Почему? Но у Дока есть квест. О-о-о. А это ты, Алфин. А чего это ты здесь околачиваешься? Я, конечно, сам говорил, что ты всегда можешь пройти сюда и отдохнуть, но не рано ли для возвращения? Ну да, ты прав. Как-то само так получилось. Честно говоря, я даже не знал, что мне делать дальше. В таком случае не поможешь мне чуток. Здесь всегда столько работы, что времени на само покаяние просто не остается. К примеру, у меня сейчас перец кончается. Я его в лекарствах использую, и чтобы еда дольше не портилась. А если пополнишь мой запас, я помогу прогнать твои печали, обещаю. У нас... Да, дохрена перца. Это добра у нас найдется. Сколько тебе надо? То, что надо, спасибо. Подожди, мне тут немного. Я приготовлю свое особое блюдо специально для тебя. Хакчик новый, топовый. Только не применяйте, пожалуйста, на нас. Ну что думаешь о нем? Так. В этом году еще ничего вкуснее не ел. Даже не знал, что это такое заправский повар-дог. А так, я думал, что тебе понравится. Тут ведь секрет в перце. Буду рад показать тебе рецепт. Сможешь так сам жарить такие же в городе. Было бы здорово. Спасибо, док. Рецепт шашлыка. А мы получили. Мать твою рецепт шашлыка. В чем дело, док? Так, смотрим. Ульзебек. Это мы оттуда. Вот это дебилизм с телепортами, что нельзя попасть в какие-то точки. Очень бесит. Я думал, почему она была спокойно. Она еще ест. Да, единственный минус, что нельзя прям по всей карте как-то тэпаться. Приходится вот такими дебильными перебежками бежать. Ну, квестов тут все равно не осталось. Какого хрен-то нам тут ловить? Да. Нам вот сюда и вон туда, скорее всего. У меня просто вариантов других нету. Ну, тут ничего не показывается. А получается, из квестов нам осталось отправься... А это туда. Наконец-то добрались. Конечно, мы счастливы, что тебя есть. У нас единственная ледяная долина. Место, которое мы еще не сбегали. И тут есть... Нам вон к тем воротам. Так, смотрим на карту. Квест. И налево сразу проход есть. Где эта ледяная долина связана? Драсьте. Четыре псины и альфа. Да. Что, рубящий ветер? Все, всех завалили? Ни хрена себе. Быстро мы. Так, мы сюда пришли ради розмарина. Опять. Кребаный розмарин. Чисто один и все. Сказать, что это меня напрягает, это ничего не сказать. Реально ради одного розмарина пришли. Так. Нам туда. Здрасте. Ни хрена себе ты лупишь. Откройте. Я все прощу. Ага, понятно. Не откроют. Как туда попасть, короче, надо? Ладно, пойдем туда. Ну, ледяные волки 12 уровня нам. Ни хрена себе ты лупишь. Так... Я не... Я ударил пару раз всего за бой. Они что-то какие-то жесткие стали слишком. Так, что там спуск? Ааа. Паркур. Привет, ребята. Как жизнь молодая? Там надо что-то растопить. Троечка. Троечка сейчас мы очень нехиленько вынесем. Ловите троим сразу урон, и мы всех троих и баньки отправили. 18, 19, 19... Как они качаются? Я не понимаю прикола. У них какой-то разноброс очень огромный в плане прокачки. Что мы нашли? Панцирная мантия. Панцирная мантия у нас носят она. Держи. Дополнительно. Воронька, пойдем отсюда. Я бы в идеале убрал костюм и хотел посмотреть, что у него... Ну, как шмотки одеваются. А то после того, как мы костюмы надели... Шмотки как-то на нас сильно положили болт. О, прикольно. Я думаю, что есть четвертый и пятый уровни одежды. Просто нам надо ее найти. Ну, точнее, нам надо дальше по сюжету пройти, и мы ее найдем. У меня перезарядилась сразу способность? Ни хрена себе. Прикольно. Ну, в смысле, я второй раз мог потоковать. Ну, птички. А, блин, я ничего не успеваю. Просто месилово, жесточайше идет и все. Так, там вон больной. И ребенок... Понял я тебя. Похилим давай. Это же нам дает хоть что-то, правильно? Мы же не просто так хилим. Спасибо. А, клубнику пять штук. Спасибо, нам клубника была нужна. Я тебя понял. Ты говоришь, что здесь есть место для рыбалки, да? И твой... И твой друг Сова-младший, да? Где-то прям очень близко. А, вон он где. И как мне до него достать? Вон он. Ну, вы видите его, да? Ой, я нашел. Блин, это геморройно было. Ну, типа он там заныкался, хрен достанешь. Ну, мы за это получим, да? Ух-ух-ух-ух, Шон, ему нужна помощь. Есть, как хочется. Шон, ему нужна картошка. Что? Это же моя. Фея, по-вашему, я не зайду до простой картошки? Вот еще. Но раз так, да пожалуйста. Голодайте мне, это какое дело? Стой, стой. Я ведь даже не представился. Я гурдена, человек, который находит величайшее наслаждение в еде и здесь в поисках новых необычных блюд. Мне попался крайне любопытный рецепт весьма изысканного блюда, но не хватает ингредиентов, чтобы его приготовить. Ничего себе, его до сих пор никто не съел. И в своих поисках я так проголодал, что аж с ног валюсь. Тогда тем более не отказываюсь от картошки. Увольте, я не стану брать в рот ничего, кроме ингредиентов из этого рецепта. Но раз он так уверен, то что поделаешь. Пойдем. Подожди, я еще не закончил. Могу ли я просить вас об услуге? Быть может, вы соберете мне все необходимое. Это всего лишь яблоко и пшеница. Если найдется, я даже поделюсь своим рецептом. Конечно, держи. У нас и так уже есть то, что тебе надо. В таком случае, следуй этому рецепту и испеки яблочный пирог немедленно. Стоп, с чего это я должен этим заниматься? Пики давай. Молвия? Пожалуйста, все готово. И для Шиона я тоже сделал. Ого, только посмотри на эту красоту, ах, запах. Просто божественно. Что ж, посмотрим, как он на вкус. О, это просто невероятно. Изысканно. Я в кулинарном районе. Ты же гурман, разве тебе не положено более конкретно описывать вкус? Ну а что еще здесь можно сказать? Слово бессильное. Но если хочешь, чтобы я тебе все разжевал, это невероятно. Да, поняли мы, поняли вкус. Альфа на рецепт у нас. Пойдем уже. Погоди, Шион, что? У тебя же одежда в тесте. Я чувствую полное удовлетворение и теперь могу покинуть эту страну, ни о чем не жалея. Мне пора в путь на поиски еще более впечатляющих деликатесов. Прощайте, мои товарищи, по кухне. 1100 монет, 135 рецепт яблочного пирога. И шо он в тесте. Хе-хе. 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 Какой старичок мудрящий. Мерзкий, уродский слезняки. Ага, конечно, шесть раз. Ага, огнемик. Ну давай, 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 пердачину вообще надерем. Спокойно вообще. Там пролич или че они на меня накидывают-то? Шо он, давай. Они очень мощные в плане всяких навыков. Нахерачивают они как нифиг делать. Так, смотрим. М-м-м. М-м-м. Так, кстати говоря. Да, может тут можем отдохнуть и восстановить силы. М-м-м. Сейчас шо он, пообщаемся. Вот это вредный... М-м-м. Человек. Так, че у нас? Шашлык. Угу. Положительное... Так, о, усиление атаки. Мин. Ниже на 25, на эффект выше на 100. Окей. Это нет. Просто грибы. По эффекту еды плюс 15%. Вселенная стихийной защиты. 90 эффект продолжительности за двойной объем. ОЗ. Восстановление овощной супа. О, 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 о. Нам все помогают? Угу. Это че такое? Повышение объема... Повышает объема руды. Маленький. Это минимальный. Давай большие смотреть. Усиление атаки. Восстановление ОЗ после боя. Повышение передаем предметов большим. Так. Это у нас нету. Давай вот это возьмем. Чертовски круто. Что-то ты не передерешься. А мы типа ему дали. И он прокачал, да? Ну давай спать. Ну давай с шоу напорщаемся. Ну что, поговорить. Ты меня бесишь, конечно. Но придется это поговорить. Что это? А, вот весь разговор. Ясно. Он что-то пробует. Говорит, что это вкусно. Она радуется, что он дала нам вкусную еду. Не парали спать. Да, я с тобой согласен. Херня полная. Это уже второй раз такой диалог. Интересные диалоги. Погнали. Мы опять в подземелье идем, да? Ленегис. После подземелья мы выберемся и попадем как раз куда нам надо. Две лестницы, два путя. И новые монстры. Давай, конечно, диалог. Лоу? Да, да, просто немного устал от путешествий. Не терпится наконец убраться отсюда. Все винишь себя за зефира? Не скажешь, что ты не прав, но сейчас я думаю не о том, да? Я же тебе не рассказал, как прибился к глазам гадюки, да? Нет, я знаю только то, что вы с отцом разругались, и ты убежал из дома. Я чуть не погиб, добираясь до цислодии. Я... И хочешь верь, хочешь не верь, но оказавшись в ней, я примкнул к сопротивлению. Естественно, на нас наступали, и мы попали в засаду глаз гадюки, и я в жизни не видел такой жестокости. Если бы не сдался тогда. Лоу? Не знаю, почему меня пощадили, а друзей убили, прямо у меня на глазах, заставив смотреть. Мне по-прежнему снятся кошмары, слышу рев зоглов и крики моих друзей. Вижу красный от крови снег, и все это под нескончаемый смех этих ублюдков. Я думаю, что после поражения Ганнибельда смогу оставить все позади, как казалось, я был неправ. Я так боялся, что меня тоже убьют, и в итоге предал память о товарищах и привел отца на плаху. Не знаю, стал ли я с тех пор храбрее... Так, не забыли ли однажды, и не сбегу, как делал это раньше. Оставишь нас? Ты правда так думаешь? Надеюсь, что нет, но кто знает, на что я способен. А, вот вы где. Что-то не так ревел? О, какой ты наблюдательный. Когда я обернулась, тебя уже след простыл, поэтому мы вернулись. Может, еще раз хотя бы предупредите перед тем, как останавливаться. Может, подумайте... А, назову так. Ой, извините, сами знаете, как бывает, когда срочно надо в кустике. В кустике? Фу, что прям тут? Ну что, идем дальше? Надеюсь, он справится. Ты сам его позвал, тебе за него и отвечать. Шоан, он сын Зефира. Мне что, надо было просто бросить его? Ладно, только не надо ходить ко мне плакаться, хорошо? Хватит с меня этих охламонов. Все, забейте, это нормально для нее. Это нормальное явление для Шоан. Там... А, это лестница? Я думал, это кости свисают. Но мы, естественно, разберемся вот с теми крикунами летающими. Это какие-то маленькие демоны. Кристалл... Кристаллов надо до хрена. Я думаю, что я скоро начну фармить прям. Это буму. Буми. Я не успею ничего сделать. Давай, троечку. Неплохо. Это хорошо, это хорошо. Они нам осколки и руды нам нужны. У нас два путьа. Путь прыжка веры и будет лестница. Давайте лестницу выберем. Я думаю, что Мафия это первое место, где мы встретили. А, нет. Да, я бы сказал, что вы были зеленые, но вы были зеленые. Кто бы думал, что мы были на самом деле. Кто бы думал, что мы были на самом деле. Кто бы не могла сделать пара. Это правда. Вы были зеленые, которые гуляли с Ренни. Единственный плюс... Да, они говорят, что мы с Реннианкой дружим. Новые монстры. Реально, новые монстры появились. Ради флакона. Серьезно. Так, что мы тут найдем? Камбала. О, интересно. Камбала еще не было. Новый вид рыбы. Давай, что мы тут найдем? Я слышу электрические звуки. Возможно, там электрические монстры. И сундук заныканный. Надо будет не забыть за ним сплавать. Давай, 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 давай. Рыбка, рыбка, быстрей. Там еще какие-то крабики. Новенькие. Каждый раз, когда он так ныряет. Да, всякую шляпу достает. Я хочу с крабиками сразиться сначала. А потом уже свалить отсюда. Там тоже сундук. Ё-моё, сколько тут сундуков-то? Опять Камбала. Но мы можем выйти вон там. Ой, там опять эти летающие, крикливые, мерзкие утырки. Мы собрали грибы. А теперь наваляем крабиком. Панцир... К панцирнике. На! Я две кнопочки зажал. Успел. Е и Ф. Это просто легче всего сделать. Охренеть, он им щит снес. Ну, троечку вроде нажал. Охренеть. Первый раз способность активировалась. За такое количество времени, первый гребаный раз. Эй, давай запрыгивай. Так, у нас, кстати, время потихонечку заканчивается с вами. Да, оно уже закончилось, в принципе. Мы уже за час перепрыгнули. Давайте тогда этих вынесем. Сундук заберем, будем заканчивать. Ой, я какую-то способность активировал. А, не успел. Ёпта, блин! Так сбиться по-тупому. Да, ё-моё, в какой раз уже мы сливаем? Давай, хоть что-то. Активируем. Вау. А, не успел. Ну, мы все равно молодцы. У нас там хп, правда, ни хрена нету. Мне нужно быть сильнее. Монетки. Ну что ж, давайте-ка на этом мы пока что закончим. Продолжим мы уже с вами в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok